Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Мы очень рады начать наше утро сегодня с вами. Хотели сказать вам огромное спасибо всей семьёй, что смотрите наши видео, что есть обратная связь, задаёте много вопросов, хвалите нас, есть и выражаете свою точку зрения, то есть мы благодарны вам за всё. Также благодарны очень сильно, что наш канал растёт. Это говорит о том, что вы рассказываете другим о нас, делитесь нашим видео. Спасибо вам большое! Мы едем, Ваня маленький, Рома и Ульяна, мы едем к Окулисту. Мы были записаны, у нас давно назревала эта проблема. У нас Рома смотрит телевизор на расстоянии вытянутой руки, а Ульяна ещё ближе. Мама очень часто им делает на этой почве замечания. Ульяну отгоняют от телевизора. Но когда нет мамы рядом, как вы видели, телевизор смотрится впритык. Такое чувство, что Ульяна там вообще рассматривает прищики на лице у артистов. Так близко смотрит, да, доча? Да. А, нет, сыночка, не надо. А Рома тоже. У Вани ничего мы не замечали. Ваню забраковал детский сад. Недавно была комиссия в детском саде. Поэтому мы едем ещё раз качественно провериться. Ну, вот такие у нас события. Погода у нас сегодня неплохая. Друзья на последнем ролике пишут, что у них в Краснодарском крае тоже сильные туманы. У нас туманов нету. Также вопрос был, какая у нас вода. Вода у нас жёсткая. У нас много извести. Поэтому у нас есть мощный фильтр, который делает чистую-чистую водичку. А иначе всё прям вот вызвести. Сильно-сильно вызвести. Вода жёсткая, вода нехорошая. Ну, как нехорошая? Мы когда вот в Бурятии жили, там ржавчина была. Там прям слой металла вот этого был. Ржавая вода была одно время. Пока мы тоже не переделывали скважину, не пробивали ещё ниже. И вода стала очень чистая. Ну, вот такие у нас сегодня события. Поделились с вами нашими планами. Сейчас наш папа заправится, и мы поехали дальше. Приехали домой, сидим на улице, пошли домой через мой кабинет. Дедушка у нас тут сегодня на хозяйстве отвёз Максима в школу. И сейчас стоит, мы мимо него проезжали. Стоит возле школы, ждёт первоклашек девчонок. А их, как обычно, учительница задерживает. Часто они задерживаются. Но они маленькие, то после физкультуры переодеваются, то ещё что-то. А Снежана, она у нас вообще медлительная. Она даже с тренировки через 20 минут после всех выходит, одевается. Сегодня с утра хохотали над ней. Уже все давно уехали, а она всё ещё одевалась. Сходили мы с детьми... Ой, Моника, как радуется, что мы приехали. Сходили мы с детьми к окулисту. Сводила я Ваню. Ваня, маленький Ваня. Я не замечала, чтобы у него были проблемы со зрением. Но позвонила воспитатель, сказала, что была комиссия. И его якобы забраковала окулист. Сегодня приехали. Это оказалась заведующая поликлиника детской. Она ещё её окулист. И она начала про него спрашивать. Я говорю, я не знаю, что у него с глазками. Анюта, привет, доченька. Я не знаю, что у него. Во, приехали, всё. Как день прошёл? Хороший. Отлично. Ой, несут. Что, физкультуру назад несёте? Да. Давай, поцелуй. Нет, я не... А что, на глазу красное? Вот это что? Я удалилась в школе. А что? Не знаю. Ну, давай, поцелуй. Идите, переодевайтесь. Заходи, они дома. Что ты стоишь? Ключи-то ты забрал? Какие? От дома. Я не замыкал там в этот... Так Максим забрал все ключи? Да он сказал, поцелуй, что его положишь. Не знаю. Найти не можем. Ну, в общем, у Вани оказалось. Я говорю, а с Ваней что? Я говорю, его... Моё кофе утрешнее несут. С льдом. Оно уже со льдом, я его не выпила. Ну, ничего страшного. А не под колокольчик будет. Угу. Холодное какое. В общем, у Максима... Что, Моника? У Вани оказалось... Глазик правенький, ей показалось косит. Сегодня она на него смотрела. Она этого не заметила. Она сказала, через три месяца привезти. И ещё через три месяца привезти. Также спросила, обращались ли мы к невропатологу. Я сказала, что мы уже полгода лечимся. Находимся на лечении. И она сказала, когда пойдёте... Я говорю, где-то через месяц там надо по записям посмотреть, какого числа надо прийти. И доктор сказала сказать неврологу, что... Бабушка идёт... Ехали, да? Да. Ой. Ой, глаз потёрла. Вчера делала перец, и глаз потёрла прям... И что, только не мыла, уже не стирала. Ну, в общем, такие капли назначила она Ульяне... А, Ваня, в общем, у него косоглазие, она подозревает. Но сегодня особо не увидела. Сказала, через три месяца привезти. И невропатологу сказать. Может быть, она... Если, говорит, она скажет, что это точно не моё, значит, говорит, я вас отправлю в Краснодар. Вот так. Так, Ульяна поставила ей три с половиной. Дала справку, назначила капли и рефрин. И дала справку, и написала в справке посадить на первую, вторую парту. Вот сейчас месяц будем капать капельки, через месяц к ней. Рома тоже самое. Три с половиной. Также первая, вторая парта. И также капельки и рефрин. Сейчас воспитатель позвонила с детского сада, спросила, приведу ли я Ваню в садик. Я сказала, нет. Она говорит, ну, мне надо к вам заехать, подписать бумагу. Посещают воспитанников. Они у нас были года два назад по дому. Ходили, смотрели, как живёт их подопечный. Вот сейчас опять. Ну, очень хороший воспитатель. Николаевна. Настолько Ваня её любит. Он из-за неё только. Он как идёт в садик, если видит Николаевну. Счастья столько. Замечательная женщина. Поэтому я очень рада, что она к нам придёт. Она, конечно, будет... Не захочет заходить, но мы её попробуем уговорить Николаевну. Открыли шаурму. Как это называется? Шаурма. По-светлански. Шаурма по-светлански. Два вида колбаски. Помидорка. Так, это Ульяне. Ульяне без перчика. Сейчас сделаю. Так, курчик. Рома, тебе перчик добавлять или нет? А какой перчик? Маринованный. Не. Всё, значит, Ульяне и Роме сейчас ещё... А этот, кстати, не острый перец. Ну, Кост, не надо. Не хочет, не надо. Не, ну я Роме... Я буду добавлять-то всего по одной штучке там, если добавлять. Да, да. Там много не надо. Лаваши там такой есть. Толстенькие такие. Ага. Так, это Моника. А Моника будет сегодня? Моника, тебе делают? Твой ланч? Нет, не делают, похоже. Угу. Да, надо ещё и печеньки. Печенька маленькая ещё. У неё справки от родителей нет. Тарелочку я. Доставай себе и его. Угу. Быстрый. Быстрый перекус. Приехали с города. Ну да, бутербродики такие. По-быстрому. Такие лавашки стали разрезать. Ну, маленькие стали делать. Это, в принципе, удобно, но они толстые, они не похожи. Они, это, в домашних условиях делаются. Смотри, размер как раз под, под это, под противень. Секретные ингредиенты показываю, засекречены. Угу. Айгурчик. Колбаска, заграничная. Да. Колбаска японская. Самый секрет вот в этом. ульяна прям как в магазине ухты какие они получаются вкусно пахнет я много занимаетесь чаем рассказал ой какой а какой стих рассказал я довольна как думаешь быть легче поваром или снимать у кого слюни меньше текут потому что сам пальчик лизнешь да там понюхаешь там попробуешь сколько я там уже сделала 6 и только я там поснимаю дети кино смотрят здесь уже бутерброды big lunch что заказывал big lunch рома что-то бегает опа да да ты чё привет тетя нарисована на футболке котик как его зовут нету назвать сегодня на ужин варю кашку рисовую она чтоб такая вот камушек попался собачка чтоб такая собачкам у меня там кастрюлька такая не и зернышко к зернышку мыло мыло и все равно нет нет камушки да попадаются такие не зернышко к зернышку а чтоб она такая склизкая была я взяла два больших стакана у меня есть кружки такие риса вымола до того пока водичка чистенькая не станет залила два этих стакана залила четырьмя стаканами воды и минут 20 она у меня варилась отдельно скипятила четыре таких стакана молочка и вот еще поставила и вот она такая я уже посолила осталось только посахарить а тут компотик варится кто хочет чай на ужин попьет я с удовольствием выпью что так последнее время компотик прямо вот кашка получается как я люблю смотрите она такая склизенькая получается вот мне рисовая если брать молочную кашку то мне рисовая именно такая нравится я в нее добавлю маслица домашняя вот это все уже готова все олька каждая еда после приготовления я считаю что должна минут десять постоять салат еда еда сыть обязательно мы не обедали все пока сейчас компотик вот я выключаю и кашку маслица добавлю все мальчики уже ждут накрывать у нас сегодня валерий дежурит мы накрываем все вместе валерий просто со стола будет вытирать и в посудомойку посуду взрослые все сами уставляют а он за малышами и общие тарелки никита уже стак тарелочки достал под кашку да сынок там собачки кастрюлька вариться поставили папа только приехал заодно детей со школы приводит музыкальной школы ой какая но пусть она постоит хорошо отдохнет сейчас это кашка будем накрывать буквально чуть или ужинать приятного аппетита спасибо мои хорошие мне очень приятно да еще не ли у тебя уж тарелка пустая уже не пить целая ваза печеньев была стрескали